Привет, дорогие друзья! Не удивляйтесь, сейчас начало сентября, точнее середина сентября, сегодня 14 сентября, если быть точным, и у нас вот такое вот цветущее растение, а у вас наверняка его нет, поэтому мы про него хотим вам рассказать. Сергей Николаевич, добрый день, уважаемые садоводы! Перед нами цветущая логистремия, или по-другому ее еще называют индийская сирения. Растение заслужено входит в пятерку самых красивых, самых красиво цветущих кустарников мира. Очень приятным моментом для садовода является то, что цветение в контейнерной культуре в нашей зоне, ее начинается с начала августа и длится до осенних ночных заморозков. Когда ночные заморозки еще не начались, возьмем это растение с улицы, занесем ее в дом, то она будет продолжать цвести вплоть до Нового года. Я попрошу нашего оператора подойти поближе и продемонстрировать. Вот смотрите, наряду с полностью цветущими соцветиями она продолжает выдвигать бутоны, формировать метелки вот такие цветущие, выдвигать на кончиках однолетнего побега бутонирование, что говорит о потенциальной обильности цветения этого растения. Каждый цветок, вот давайте возьмем его крупно, каждый цветок в огистреме, вот один цветок перед вами, это гофрированные, 6 штук гофрированных лепестков. Каждый лепесток сам по себе уже отдельный цветок. Я стараюсь сейчас его отделить и вам показать. Вот вы видите. И все это в целом создает очень насыщенную цветочную композицию, и которая радует наш глаз в саду поздней осенью, в конце лета, когда основное цветение наших культур, традиционных культур, подошло к культуре. Культура необычайно пластичная, в высшей мере нетребовательных содержания. Единственное, чего она у нас боится, это морозов, поэтому зимних морозов. Корневая система и надземная часть погибают при незначительных холодах, то есть корень гибнет где-то при промерзании почвы до минус 3-4 градусов, а надземная часть критичным является минус 12. Поэтому мы настоятельно рекомендуем коллегам, садоводам, которые хотят завести себе эту культуру, ни в коем случае не связываться в нашей зоне с попытками зимнего укрытия. Все равно из этого ничего не получится. Лучше возделать ее в контейнерном культуре. Это несложно. В данном случае перед нами это 4-летнее растение. Ему достаточно контейнер 20 литров, которым он растет. А вообще полноценное взрослое растение от 5-6 лет и выше, так лет до 20, вполне достаточно 40-50 литрового контейнера, который осенью убирается в непромерзающее помещение, в подвал, где в эстреме без проблем зимует. В нашем опыте зимнего выпада при зимовке практически не наблюдалось. Растение требует весной сильную обрезку, потому что формирование цветов происходит на побегах текущего года. И чем сильнее мы его обрежем, тем больше у нас образуется придолженная подкормка, разумеется, побегов этого года, и тем обильнее будет цветение. Дорогие друзья, самый кайф смотреть наши видео зимой, когда за окном лежит снег, зелени нет во дворе, а у нас в наших видео все зеленое. Так что подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok